Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринес. И сегодня я хочу показать вам мое шестое видео по теме дебютной катастрофы. Я приветствую всех тех, кто абонировал мой канал на YouTube, а также всех других, кто смотрит это видео и еще этого не сделал. Сегодня я покажу вам четыре прокомментированных партии, начатые одним и тем же ходом b2-b3. Мы сегодня смотрим видео с новой картинкой. При этом нам будет иногда помогать компьютерная шахматная программа и показывать нам непосредственные угрозы с помощью стрелок. Этот дебют называется дебютом Ларсена, или также атака Немцовича Ларсена. И в первой партии Ряйш против Йорк, сыгранной в Баварии в 2000 году. Черные ответили f5. Последовала слон b2, e6, e4. Хорошая жертва пешки, которую черным лучше было не принимать. Фе, ферзь h5, шах, король e7. После g6, ферзь e5, белые выигрывали. Кр e7, d3. Также хорошее продолжение. Конь f6, ферзь h4, ed, слон бьёт d3. Шансы белых лучше. d6, конь f3, король d7, рокировка, ферзь e7, ладья e1, конь c6, конь bd2, конь d8, ладья а, d1. Белые просто развивают все свои фигуры и готовят атаку на короля. Ферзь f7, конь e4, слон e7. Этот ход проигрывает сразу. Конь e5, шах. Черные сдались, так как после d, e, следует слон b5, мат. В следующей партии Гроссе Шмидт против Шеффера, сыгранная в Берлине в 2005 году. Следующая партия, она очень поучительна. Черные ответили на b3, e5. Последовала слон b2, конь c6, e3, d5, слон b5, слон d6, конь f3. Ферзь e7, рокировка, слон d7, конь c3, конь f6, конь e2, e4. Черные готовят прямую атаку на короля. Конь d4, и здесь последовало слон бьет на h2, шах. Это типичная жертва фигуры, которую необходимо знать. Мой совет, повторите эту партию несколько раз, чтобы лучше запомнить эту жертву. Кр бьет h2, конь g4, шах. Король извлекается из своего укрытия. Белые пошли король g3. Если король g1, то следует ферзь h4, ладья e1, ферзь h2, шах. Король f1, ферзь h1, шах. Конь g1, конь h2, шах. Король e2, ферзь бьет на g2. Если, например, d3, то слон g4, шах. И черные выигрывают. Белые поэтому сыграли король g3, h5. Лучший ход в этой позиции. Ферзь e1. На f4 следовало h4, шах. И на король h3 конь бьет e3 с выигрышем партии. Ферзь h5, ферзь e1, ферзь g5, f4, h4, шах. Король h3, конь бьет на e3, шах. И белые сдались. На король h2 следует, ферзь бьет на g2, мат. В следующей партии марсалек каецкий. Риканы, Чехия, 2007 год. Белые сыграли после b3, e5, b2, c6, e3, d5, b5, d6, f4. Последовало ферзь e7, конь f3, f6, fe, fe и конь взял на e5. Белые выиграли пешку. Так как после слон бьет e5, слон c6, bc, fh5, шах. Король d8, ферзь бьет e5, белые выигрывают. Последовало ферзь h4, шах. И белые сыграли король f1. После g3 они, наверное, испугались хода ферзь e4. Но они могли ответить. Рокировка. Слон бьет e5. И сами дать ферзь h5, шах. С выигранной позицией. Поэтому g3 был лучшим ответом. После ферзь g5, конь f3, ферзь g6. Позиция неясна. Король f1, проигрывающий ход. Конь e7. Конь f3, рокировка, связывая коня. Король e2, слон g4, снова связывая коня. h3, слон бьет f3, шах, gf. И здесь следует тактический удар. Ладья бьет на f3. Ладья f1. Король бьет f3, проигрывает. После ладья f8, шах. Король e2, ладья f2, шах. Король d3, ферзь e4, шах. Король c3, слон b4, мат. Белые пошли. Ладья f1, и чёрные ответили. Ладья бьет на h3. И белые сдались. Их позиция безнадёжна. В последней партии. Корритера Айя против Мадина. Аликанте, Испания, 2001 год. После ладья f3, e5, слон b2, конь c6. e3, чёрные сыграли а6. Последовало c4, конь f6, g3. Мы уже знаем, что комбинация ходов e3 и g3 с ослаблением полей d3, f3. Редко бывает хорошей. d5, слон g2, конь b4, слон f1. Белые просто подарили сопернику два темпа. И после слона f5, чёрные уже получили выигранную позицию. Белые сыграли d3, dc, e4, слон g4, f3, cd, конь a3. После fg, конь c2, шах, король d2. Конь бьёт на e4, шах, король c1. Конь f2, ферзь f3, и слон c5, чёрные выигрывали. Конь a3, конь бьёт на e4. Белые сыграли слон c1. Например, после слон g2, d2, шах, король f1, конь d3, чёрные выигрывали. После слона c1, чёрные сыграли ферзь d4, и белые сдались. Это было моё шестое видео по теме дебютные катастрофы. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, абонируйте мой канал. И комментируйте, пожалуйста, видео на ютюбе. До свидания. До свидания.